добрый вечер дорогие друзья дамы и господа подписчики и гости канала сегодня понедельник 1 февраля я вас приветствую из брюсселя и мы продолжаем обсуждать международную политику итак сегодня я хотела бы остановиться опять на событиях в сша потому что большинство моих подписчиков проживает в этой стране более 30 процентов более одной трети уже как я увидела сегодня в аналитике и поэтому я хотела бы посвятить это видео второму импичменту президента трампа эта тема вызывает очень много споров волнений обсуждений и не напрасно потому что судя по всему возможен колоссальный дебат о выборах я начну все по порядку и так на выходные были сделаны публикации ведущие американской медиа о том что президент расстался с командой своих адвокатов которые должны были его защищать во время импичмента который начнется буквально через неделю публичные слушания начнутся 8 9 февраля то есть буквально за несколько дней мы узнали что есть существенные несогласия в позиции потому что адвокат бауэрс это человек академического склада очень рациональный очень прагматичные и он считал что необходимо следовать то той стратегии которые выбрали сами республиканские сенаторы я напомню вам тем кто не смотрел предыдущие видео гостям канала как говорится о том что 26 января сенатор рэнд пол вышел с проектом резолюции законодательной инициативы о том чтобы признать второй импичмент президента трампа незаконным поскольку подвергнуть этой процедуре можно президента но не частного гражданина то есть эта процедура в конституции предусматривает определенный статус за нее проголосовали за эту инициативу 45 республиканских сенаторов что подтвердило опасение демократов о том что они не наберут необходимое количество голосов то есть они набрали только пять голосов в поддержку импичмента а им нужно целых 17 то есть эта ситуация уже показывает настрой и поэтому адвокат бауэрс будучи во-первых академически образованным человеком он убежден в том что нельзя обсуждать этот импичмент нельзя входить в детали нельзя вступать в дискуссию с оппонентами потому что сама процедура нелегально незаконно не конституционно поэтому это очень опасный прецедент для будущего потому что также в будущем политики могут использовать эту возможность для сведения счетов то есть определенная группа юристов американских считают что это политический театр абсурда и действительно его надо в полном смысле слова пресечь потому что это крайне негативно скажется на американской демократии президент трамп придерживается другой точки зрения он считает что у него есть обязательства перед народом и он должен говорить о причинах которые привели людей в вашингтон о причинах почему все так произошло как произошло почему возникли беспорядки и что первой причиной является не его политическая речь которая защищена первой поправкой конституции потому что это свобода слова это политическая речь а именно категорическим отрицанием демократов рассмотреть обеспокоенность людей тем что произошло потому что как минимум 60 миллионов американцев по самым консервативным опросам общественного мнения считают что эти выборы дальше следует в слово которое я не могу здесь произносить на этом канале то есть представляете какое количество людей считает что их права попраны и президент считает что речь идет не о его личном благополучии потому что в любом случае это не юридический процесс это политический процесс президенту не грозят ни штрафы и не другие меры наказания это политический процесс для того чтобы изгнать президента из офиса но он уже ушел из белого дома он ушел сам он как вы знаете не применял никаких экстраординарных мер никаких мер которые были на самом деле у него в арсенале и он говорит о том что он будет бороться в рамках этого политического института которым является сенат он будет бороться за права американского народа потому что это шанс то есть это он видит импиджмент как шанс для того чтобы продвинуть интересы людей интересы избирателей и в целом американского народа и он не намерен упускать этот шанс на поэтому посмотрим как обернется его сотрудничество с новой командой скорее всего они относятся с большим пониманием к позиции президента и и конечно сейчас очень много встает юридических вопросов и очень много процессуальных вопросов потому что мы понимаем что сенаторы одновременно являются и свидетелями они одновременно являются и пострадавшими то есть в этой ситуации все очень запутано как вы знаете судья роберт отказался председательствовать на этом собрании на этом на этой процедуре и лейхи это сенатор который является врагом трампа то есть уже эта процедура в целом подвержена скажем так сомнению то есть люди подвергают сомнению ее объективность потому что она все больше напоминает судилище и конечно же сенаторы должны выработать предварительно прежде чем начать процесс сам процесс импичмента они должны проголосовать выработать правила и вопрос конечно в том что эта процедура не рассчитана на ситуацию в которой председательствует открытый ну если я скажу дипломатично скажу оппонент президента потому что президент трамп уже не является действующем президентом то есть эта процедура не предусмотрена в ценой за такая вы простите не предусмотрено в конституцию что в сенате будет председательствовать не представитель тоже политической партии потому что как вы знаете вице-президент является также президентом сената но если президент уже сложил полномочия то соответственно в этой ситуации получается что его политические оппоненты главенствуют, и они председательствуют, и они определяют процедуры. То есть это все выглядит самым неприглядным для демократов образом. Но самое главное то, что сейчас команда Байдена просит сократить все до минимума, потому что, услышав то, что президент собирается использовать этот процесс как площадку для дебата, он собирается обсуждать выбор, он собирается обсуждать то, почему возникли беспорядки, действительно первопричины, а не его политическую речь, которая в любом случае защищена первой поправкой Конституции. Он собирается обличать демократов. То есть эта ситуация очень беспокоит команду Байдена. Я уже упоминала о новом платье короля, и, конечно, король в своем новом платье очень беспокоится о нем. Поэтому они не хотят, чтобы кто-то из маленьких детей прокричал, что король голый. И в силу этих обстоятельств, конечно, сейчас демократы готовы даже, они даже готовы все сократить в такой мере, чтобы пожертвовать успехом. То есть они уже внутренне, скажем так, согласны на то, что импичмент не достигнет цели, потому что они видят, что имиджевый удар будет намного сильнее. И сейчас все опасения демократов сводятся к тому, чтобы не дать слово, чтобы сократить время этой процедуры и перейти к своей повестке дня. Это то, что я хотела вам сказать, не то, что в двух словах, но тем не менее. Мне очень интересны ваши комментарии, я вас благодарю за те комментарии, которые вы сделали. Они мне были очень интересны, я над ними думала. И поэтому я также собираюсь сделать сегодня вечером несколько других видео на сопряженные темы. Но я не хочу все смешивать, мне представляется, что более рационально это делить на такие отдельные видео и их обсуждать конкретно. Я всем желаю приятного вечера и до следующего видео.